Помолчать И в прозрачной воде окунуться в глаза твои синие Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять Разве можно у сына отчизны все это отнять? Разве можно у сына отчизны все это отнять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Стэнли Либер. Хочу поговорить с тобой. Отвали. Одни люту, Стэнли Либер. Чего тебе, убогий? Я прочитал в газете, что ты убил японца Накамуру кулаками. Ты и меня мог убить, так написано в газете, голыми кулаками. Ну, раз написано, так и было. Покажи кулаки. Ну что, доволен? Хватит. Ты и меня мог убить, Стэнли Либер. За что? Помнишь, ты избил меня? Вот сюда ударил, кулаками. Ты мог убить меня, Стэнли Либер. Ну, помню. Дальше что? Врезал по башке, но убить тебя я не мог. Ты же не Накамура. Тебя ведь по-другому зовут, не так ли? Да, по-другому. Помнишь, как меня зовут, Стэнли Либер? Хочешь, чтобы я еще раз тебе врезал? Нет. Не хочу. Но ты не помнишь, как меня зовут, Стэнли Либер. И, между прочим, кулаки у тебя другие. Стэнли Либер — шпион. Стэнли Либер — шпион. Стэнли Либер — шпион. Стэнли Либер — шпион. Стэнли Либер — шпион! Стэнли Либер — шпион! Это правильно! Теперь все то же самое на нормальном языке. Стэнли Либер — шпион. Шпион. ФБР тут. Спасибо. Стэнли Либер — шпион! Еще раз, чтобы я тебя понял, парень Ты много говоришь, но мысль ускользает Вместо Стэнли Либера с войны вернулся другой человек Не отец будущего ребенка Шейлы Перски Не бруклинский гангстер, а кто-то другой И этот кто-то через три дня встанет под хупой и прочитает тубу О чем ты, парень? Я говорю о еврейской свадьбе Хупа — это навес, под который жених вводит невесту во время свадьбы А туба — письменное обязательство, которое подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой Понятно, садись И когда Стэнли Либер будет стоять под хупой Мать жениха и мать обманутой иншейлы Перски Не смогут провести невесту вокруг хупы семь раз Спокойнее Потому что ни у жениха, ни у невесты нет матерей И надо брать в синагоге специальное разрешение, чтобы найти женщин для совершения обряда Но, насколько мне известно, никто по этому поводу не обращался Пиши заявление Не так подробно, самую суть Я плохо пишу Мама говорит, что я пишу, как курица лапой У нас в школе учитель использовал выражение, как сорока набродила Можно и так сказать Ты пишешь с ошибками или неразборчиво? С ошибками и неразборчиво Я получил заявление о шпионаже Майки Я провожу вас На заводе запрещены профсоюзы И где расположен завод, неизвестно Твимми, огромная просьба Я понимаю, это почти невозможно Но документы мне нужны сегодня Я попробую Возьми Спасибо Он обещал поторопить, но от нас мало что зависит Спасибо, мы вам очень благодарны, правда, сэр? Спасибо Не думаю, что сегодня получится, но вы можете и вечером зайти Спасибо, Твим Спасибо большое, сэр Аккуратно Причина смерти Думаешь, отравили? Может, ты прекратишь размышлять? И немедленно проведешь экспертизу? Хорошо Буду ждать Что у вас? Сэр, я принял заявление о шпионаже Момент Слушаю Забыл сказать Жене сообщи Найди нужное слово Ты его начальник, а не я Тут все неразборчиво У меня попугай гадит ровнее Кто это написал? Мэрик Шэнкерман 30 лет, белый Он утверждает, что обнаружил шпиона, который выдает себя завернувшегося с войны кавалера военно-морского креста и медали «Пурпурное сердце» Стэнли Либера Этот придурок? Вызови психиатров И добейся срочной госпитализации Мэрика Шэнкермана в психушку Ты понял меня? Да, сэр А теперь личное Если ты еще хоть раз посмеешь обратиться ко мне с подобной денью я сделаю все возможное, чтобы тебя отсюда выдали Ты меня понял? Да, сэр Пошел вон из моего кабинета И еще Увидишь кого-нибудь из этих двоих на нашем этаже Разрешаю применить грубую физическую силу Да, сэр Придурки Спасибо, сэр Каждый из вас пишет свое имя в историю страны Вернутся не все Но те, кто вернутся, вернутся настоящими героями Гилбан Откройте, пожалуйста Закрыто Пожалуйста, откройте Мы так спешили Пожалуйста Откройте Зайти выйти Пожалуйста Извините Добрый вечер Простите нас, но завтра мы уезжаем Все в порядке, ребята Я устроился на работу в Аризоне Работа ответственная, опаздывать нельзя Нам надо срочно завершить все дела в Сан-Франциско Это очень важно Хорошо, хорошо Рад помочь Пройдемте Вы, пройдемте за мной Всего доброго До свидания Ну что, я усердно молился Вот видишь А для этого помогли Твоим товарищам Расстаться с деньгами Так деньги я взял в сейфе Азохан Так что, ты деньги мои страдал? Где чемодан? В багажнике Сейчас отдам Но сперва мы едем к адвокату И надеюсь, вы поняли Что оставлять письмо у адвоката С признаниями опасно А нет никакого адвоката И письма никакого нет О, ха-ха Ты поверил, Дану Перски А тронут, тронут Обычно мне не верят даже женщины Дураки нам Ну хорошо, хорошо Да, не расстраивайся, зять мой Так, я на пять минут буквально домой И все, прощай Сан-Франциско Здравствуй, Аргентина Я буду танцевать там-танго О, спасибо, дорогой, спасибо Ну что ж, Элла Начнем вам новую жизнь, да? А я не поеду с тобой, отец А, что, неужели я исполнил твоё желание? Ты полюбила этого мужчину? Стэнли берет меня с собой Да, поздравляю Да, да, да К сожалению, я не смогу быть даже на вашей свадьбе Хорошо, последнее предложение Купите кольца в моём магазине Хорошо, весь магазин, весь магазин, буквально 50 40, 30, 10 процентов Вы просите предоставить вам работу Водителя мото-дрезины У вас имеется рекомендация, вы герои войны Но в вашей биографии есть неприятный момент А именно, судимость Если быть точной Мне было 15 лет, я стал другим человеком Какую синагогу вы посещаете? Равина Иосифа И когда вы там были в последний раз? Вчера На репетиции свадьбы Хорошо В виде исключения Ставлю вам свою визу Но Вы должны пройти Собеседование С представителем службы безопасности завода Хорошо Большое вам спасибо Удачи Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ничего не знаю Трейгер схватил Дана Перски за галстук И ударил его по лицу Ты врешь Нагло врешь Рассказывай Рассказывай, кому говорю Скажи мне Кто убил Джо Трейгера? Дэн Перски Дэн Перст Полиция его арестовала Значит, он и убил Где Стэнли Либер? Я спрашиваю, где Стэнли Либер? Не знаю Он здесь был один раз Я даже обнять его не успела Он ходил в банк? Кто? Стэнли Откуда мне знать? Магазин заложен Налоговый инспектор описал имущество И дал неделю на выплату долга Все ясно Она не знает Стэнли сбежал с концами Давай Посмотри сюда Я говорю, посмотри сюда Ну что, пойду я Заберу все остальное Может, мне с вами? Зачем? Ну как? Помочь Помочь Я тебе не доверяю Пока Товарищ Стэнли Будь счастлива Будь счастлива Береги ее Береги ее Береги ее Поехали! Пойду посмотрю! Поехали! Отец погиб? Все погибли! Нужно было предупредить Рави Осипа о том, что хупы не будет! Я думаю, Рави Осип сам догадается! Зря репетировали! И отца мне жалко не было! Сколько их там было? Трое! Я бы их перестрелила! Ты мне не веришь? Шейла, я тебя не очень хорошо знаю! Возможно, ты метко стреляешь по мишеням! Может быть, и в людей смогла бы стрелять, но… Согласись, на девятом месяце участвовать в перестрелке – это не очень полезно ни для тебя, ни для ребенка! Ты прав! Он бы испугался! Всю жизнь прожила в Сан-Франциско! А вот сейчас уезжаю и никого ни знакомых, ни родных! Никто меня не вспомнит! А прощай! Развяжите меня немедленно! Развяжите меня немедленно! Развяжите меня немедленно! Позвольте спросить, зачем? Вы хотите еще раз напасть на санитара? Нападать больше не буду! Мне нужно срочно написать письмо в Федеральное бюро расследований! Хотите сообщить что-нибудь серьезное? Я же не идиот! Чтобы глупостями отвлекать государственные службы! Давай! Марик! Такие слова в стенах нашей больницы не употребляются! Идиот! Псих! Дурак! Вы наш пациент! Мы хотим помочь вам! Помогите! Мне нужно написать письмо! Хорошо! Диктуйте! Вы меня не обманете? Отправите? Да, конечно! Я готов писать! Если не поверят, нужно будет написать еще одно письмо! Еще сто! Будем писать, пока не поверят! Полностью с вами согласен! Пишите! Стэнли Либер Фальшивый Стэнли Либер шпион! Шейла Перски обманутая девушка беременная от настоящего Стэнли Либера гангстера из Бруклина погибшего на войне Stanford Для какой страны он шпионит? Мы с Японией воюем? Мы с Японией воюем? Да, с Японией Пишите! Стэнли Либер японский шпион Да. Японский шпион. Конечно. Понятно. Стэнли Либер – японский шпион. Всем проживающим в зоне разрешено передать ее не чаще, чем раз в полгода. При этом ты должен получить разрешение, указать цель поездки, маршрут, составить список предполагаемых контактов. Для остальной Америки завода не существует. Вся входящая и исходящая почтовая корреспонденция подлежит цензуре. Опускать письма вне зоны запрещено. Вывозить что-либо из зоны запрещено. Америки. Сотрудники обязаны предоставить список своих знакомых и тех, кто вел с ними разговоры по научной проблематике или пытался узнать адрес. Службе безопасности разрешено задерживать, допрашивать и ликвидировать подозрительных лиц. Сестра, срочно подойдите. Подождите. Я здесь. Подождите минутку. Успокойтесь. Глубоко дышите. Успокойтесь. Всё будет хорошо. Думайте о ребёнке. Простите. Мне нужно к Шейла Либер. Хорошо. Идите за мной. Ждите здесь, пожалуйста. Хорошо. Я проверю. Пойдёмте, она в другой палате. Туда запрещён вход посторонним. Конечно. Поздравляю вас, мальчик. Спасибо. Большое. Служба безопасности уранового проекта действует независимо. Её методы в полном объёме нам неизвестны. Стоп. Стоп. Ты кто? Стэнли Либер, сэр. Стэнли Либер, сэр. Ещё раз опоздаешь, отдам под трибунал. Тебя, дурака, предупреждали или нет? Ты не понял, куда попал? Простите, сэр. Простите, сэр. Больше не повторится, сэр. Ладно, пойдём. Служил? На флоте, сэр. Демобилизирован. По ранению. Хорошо. Твоя задача – вывозить мусор из блока Х-10. Мусор в этом блоке специфический. А именно падаль, доклятина, будешь работать аккуратно, будешь жить. А плюнешь на технику безопасности – быстро сдохнешь. Позвольте вопрос, сэр. Не позволю. Эй, дружок, иди сюда. Объясни ему, что куда. Удачи. Спасибо, сэр. Эй, Стэн! What the hell are you doing there? Come here! На заводе производится обогащенный до 90% уран и обогащенный до 94% плутоний. Завод разделен на основную часть и три литерных блока. В секторе Х-10 проводятся эксперименты над животными. Рабочие в этом секторе получают большую зарплату. Но работа эта тяжелая и смертельно опасная. Несколько рабочих заболели и умерли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Илья, сядь, пожалуйста. Сядь. Что? Ну говори, я слушаю. Если ты не против, мы разведемся. Угу. Ну так, значит. Любовь должна быть взаимной, иначе ее просто нет. Плюс на минус дает минус. Это элементарная арифметика. Илья. Хорошо, давай разведемся. Ты не виновата. Ты тоже не виновата. Илья. Где будешь жить? Она сейчас одна. У нее мать эвакуация, отец погиб на фронте. Все. Понятно. Комнату я тебе оставлю. Живи здесь сколько хочешь. Я не знаю, что говорят в таких случаях. Ну так и говорят. Извини, я встретил другую. Тебя больше не люблю. Давай разведемся. Так и говорят, Никита. У нее будет ребенок. У тебя будет настоящая семья. Зачем ты это делаешь? Тебя никто отсюда не гонит. Это твой дом. Этот дом никогда не был моим и не будет. Я, Никита, тебя ни в чем не виню. Я тебе ужасно благодарна. И не хочу, чтобы ты оглядывался назад. У тебя впереди новая жизнь, новые чувства, страстная любовь, которую я тебе не смогла дать. Стой. Все, хватит, хватит. Лиха, постой. Лиха, я тебя обманул. Лиха, я тебя обманул. Я поняла, Никита. Но я должен был тебя обмануть. Я должен был тебя обмануть, Лиха. Мне приказали, Лиха. Я сейчас, я сейчас совершу должностное преступление, но ты должна знать, Иван жив! Я видел похоронку на Ивана. Это чистая правда. Но в этот же день я видел самого Ивана. Живого. Он приходил. Приходил в лабораторию. Мы с ним разговаривали. Я тебе ничего не сказал. Я не знаю, где он сейчас, жив или нет. Но он не погиб в декабре на фронте. Лиха, постой. Лиха, подожди. Лиха, подожди. Лиха, подожди. Лиха, подожди. Лиха, подожди. Вот почему я не могла плакать. Потому что он жив. Лиха, подожди. Это такое счастье, Никита. Лиха, подожди. Лиха… Спасибо… 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 Лиха… Ты должен в последнее воскресенье месяца прийти в кафе «Вородеро» ровно в девятнадцать ноль ноль на музыкальном апартаменте. Старайтесь поставить песню «Every morning, every night», после этого повернуться и посмотреть строго на северо-восток. Сразу дельфин к тебе не подойдет. Он будет за тобой наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Одно пиво, пожалуйста. Спасибо. Одно пиво, пожалуйста. Большое спасибо. Привет. Привет. Как поживаете? Нормально. Спасибо. А вы? Тоже ничего. Хорошо. Поздравляю. Мальчик, девочка? Мальчик. Джереми. Прекрасно. У вас красивая жена. Спасибо. Климат здесь не слишком хорош для детей. Мальчика надо вывести к океану. Некоторым нравится пустыня, но я предпочитаю океан. Я тоже люблю океан. Дельфинов люблю. Я знаю надежный способ увидеть дельфина. В семь часов вечера нужно посмотреть… На северо-восток? Да. Вам пора уезжать к океану. Как вы думаете, что мне стоит взять с собой? Два чемодана. Два тяжелых чемодана. Хорошо. Давайте обсудим, что в них нужно положить. Кое-что мне удалось достать самому, но список достаточно длинный. Без проблем. Окей. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Давай забудем наше прошлое. Прежней Шейлы больше нет. И прежней жизни больше нет. Я теперь другая. Будем смотреть на мир, как маленькие дети, да? Так, будто мы еще ничего не знаем и ничего не пробовали. Нам все еще интересно. Да. Что? Это счастье. Жить, растить детей и любить друг друга. Ты самый лучший мужчина. И никого другого я не хочу видеть рядом. Это счастье. Каждую минуту с тобой счастье. Женеми, жених. Ну-ка, иди сюда. Ушки мои хорошие. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У кого такой животик? Что там? Я написал заявление на отпуск. Пора. А мы? Ты возьмешь нас с собой? Кто такой? Джереми. 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 Чуть-чуть-чуть. Ну, иди сюда. Что это? Чернильное пятно. А это? Что это? Радужное чернильное пятно. А вот это? Синие жуки. Очень хорошо. А как насчет вот этого? Красное чернильное пятно. И, наконец, вот это. Большое чернильное пятно. Мэрик Шенкерман? Что вы делаете? Он тот, кто сообщал нам о Стэнли Либере? Вот его документы. Наконец-то. Пойдемте за мной. Этого не может быть. Это невозможно. Прости, Марик. Я ничего не могу сделать. Кто? Плохо слышно. Стэнли Либер? Да. Есть такой. Водитель мотодрезины. Блот Х-10. Хорошо. Да, да. Хорошо. Блот Тёртл. А вклорgehen. Водитель. Блот Тёртл. Разрешение. Это ваша форма? Да, сэр. Он решил пощеголять на курорте. Имеет право. Фон выше допустимого. Ваши часы конфискованы. У меня единственные часы, надеваю на работу. Медали я не надеваю, поэтому они чистые. Выключите, наконец, эту сигнализацию. Вас предупреждали о необходимости соблюдения техники безопасности. Часы будут изъяты без компенсации. Шейла, у меня часы забрали без компенсации. Извините, я подготовлю жену. Вы понимаете, что ты теряешь. Есть вероятность получить от жены нагоня. Шейла, а твои часы в порядке? Стэнли, дорогой, у меня нет часов. Или ты забыл? Что я буду делать с твоим папой в старости, если он с молодостью дура? Что ж, попробую отдать ваши часы на дезактивацию. Вдруг что получится. Я очень вам признателен. Сэр. Спасибо. Мистер Лебер, задержитесь. Засмотрюсь в облаках, в небо синее над головой. Пролетающий клин журавлей провожая домой. Одолжить был ангела крылья... Продолжение следует...